всем доброе утро много просили записать видео из дома в комментариях просили на стриме просили вот тут у нас есть дрозд билли каждый день его выпускаю гулять летает по комнате но по всему дому вообще куда может забраться вот по планам на сегодня первое что надо сделать поесть потом покормить гошу покормить собаку и убрать снег с огорода потому что сегодня плюс два и весь не который был на крыше он упал и причем снег еще сырой что усложняет задачу и вот там сколько снега упала это ужас это у нас даже но я не сильно кушаем пьем чай и идем просто испугался какой-то птички за окном скорее всего ворона пролетела он очень резко реагирует на других птиц когда кто-то пролетает либо сороки либо вороны они тут часто бывают потому что боша в вольере сидит вот поэтому иногда он начинает кричать смогу ли я дверь открыть ну вроде смог да работа привалила конечно жесть вот со стороны как выглядит сейчас с братом будем делать делать дела гошу привет что ему тут приготовил куча всяких разных ягод кедровые орехи что еще творог садись на место уйди сюда на место до кедровые орешки спирулина что-то еще расторопша вот а из ягод малина черешня земляника есть ерга вроде бы все кушай кушай кружечка смотрите как 1 мая гоша вылупился примерно тут тик ток эмблема с 8 ноября начал вести тик ток и вот такая вот разных цветов кружки есть можете заказывать у меня через инстаграм ссылка на инстаграм будет в описании мне все разобрал нравится свинка такая ладно пусть он ест мы пошли убирать снег мы сделали это убрались почистили привели в порядок площадку гоша там уже все доел я успел переодеться потому что сырое было так гошек привет ну привет гош гоша весь напыжился рожки смотрите какие рожки у него у кого такие рожки красивые гошек там же никого нет нет это он на меня так да это на меня так жопка ворона боже кто-то кто таковать будет скоро кто будет скоро таковать гош кто красавчик гоша ты ты красавчик гоша да гош ну-ка на на мячик и ждет чтобы я что-то дал но у меня с собой больше ничего нет всем привет у нас новый день пошли гулять с гошей гоша вот летает сегодня буду записывать видео ответ по поводу канала своего поводу того что вообще происходит на канале как часто будут выходить видео какие может изменения или будут ли они вообще поэтому не перематывайте и можете оставить видео просто фоном потому что я остальное буду говорить все давай итак у нас под последним видео набралось много комментариев по поводу того что какие ужасные условия у гоши что это за тряпки там висят неужели не можешь сделать нормальный вольер вольер строился на скорую руку и я вообще не предполагал что у меня будет ворон поэтому мы сделали его максимально практичным да может быть картинка не очень получается потому что из подручных средств сделан но главное не картинка а главное то что для ворона сделаны все условия для хорошей жизни ну и да помимо того что у меня гоши сидит в вольере я с ним еще выхожу гулять вот он сидит не привязанный ходит летает где хочет вот поэтому вот так вот да дальше были претензии по поводу того что а я и собираешь деньги на компьютер дорогущий а вольер не можешь сделать но во первых компьютер это рабочий инструмент точно такой же как для некоторых людей машины то у меня в данном случае компьютер и почему это связано вообще с ворон потому что чем лучше машина тем быстрее ты можешь сделать свою работу чем быстрее я делаю свою работу основную у меня есть основная работа тем больше времени я могу уделить ворону или улучшить контент который вот сейчас вы смотрите я уже объяснял что я его монтирую с телефона что не очень удобно вот и поэтому но на старом компьютере не получается это сделать даже самое простое сведение поэтому открыл сбор люди которые часто нас с гошей смотрят они были не против а наоборот поддерживают им почти собрали нужную сумму вот поэтому ну может быть для новичков кто только пришел на канал и все на это смотрит может показаться это странным вот но на самом деле есть этому объяснение и все нормально также делал опрос в сообществе ютуба по поводу того как часто выпускать видео в данный момент горша в данный момент у меня выходит выходят видео почти каждый день и видео они такие лайфстайл то есть я показываю чем я занимаюсь как с гошей играю и как его учу вообще все видео которые есть на канале я их разбил по плейлистам там есть будни гоши есть обучение командам стримы и другие вот то есть если вы хотите посмотреть какие-то какое-то определенное видео на тематику то заходите в плейлисты и выбираете что вам хочется посмотреть а теперь перейдем к тому как часто выпускать видео я заметил что чем чаще начал выпускать видео то качество и наполнение их стало но не очень и я думаю сделать выпуски чуть чуть пореже то есть где-то два три выпуска в неделю вот и стараться собирать что-то основное какие-то занятия тренировки объяснение либо комментарии по происходящему вот я думаю так будет и вам интереснее и слишком надоедать не буду также видел комментарии от новичков или даже от тех людей которые пришли не на длинное видео как там по 5 по 10 минут а именно с шорт с youtube человек написал в комментариях что я пришел сюда смотреть короткие видео они длинные вот эту всю типа билиберду которую ты выкладываешь имеется ввиду длинные нормальные ролики в ютубе изначально я вообще создал youtube канал для того чтобы вести видео дневник про гошу как он растет развивается учиться вот я не предполагал что аудитория вырастет настолько большой ну настолько большой станет аудитория которая за нами следит и поэтому в какой-то момент я понял что мало показывать какие-то определенные команды как учить но надо показывать еще и к чему должен быть готов человек который хочет завести такую птицу потому что очень много людей обращаются ко мне с вопросом где купить как найти где найти а что нужно делать для того чтобы воспитать ворона а сложно или не сложно сколько времени ты с ним проводишь и вот здесь вот я все это рассказываю поэтому если вам не нравится такой формат как сейчас вот смотрите то можете смотреть нас в тик токе в инстаграме есть ссылки в описании можете на них подписаться от ютуба отписаться если вам так хочется в youtube шорт короткие видео и да я выпускал но проблема в том что люди которые подписываются на нас с youtube шорт они хотят смотреть короткие видео они длинные совсем забыл еще сказать про то что с гоши я разговариваю достаточно много и я ему каждое его действие объясняю то есть что можно делать что нельзя вот гоше нельзя вот к этой штуке подходить к желтому снегу нельзя 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 короче я с ним разговариваю и это помогает ему возможно для того чтобы начать самому повторять слова а все эти способы с постановкой магнитофона или радио на репите у вольера только могут скорее всего навредить потому что вот вам понравится социкленная музыка с определенным словом как у вас нормально будет я думаю у него тоже будет не совсем нормально с головой потому что сама птица умная и на с ней просто общаться разговаривать как-то объяснять какие-то вещи словами и рано или поздно все равно заговорит не надо спешить вот такой вот ответ но вроде бы все сказал что хотел можно выдохнуть что вы думаете по поводу того что я сказал выше напишите в комментариях и согласны ли вы со мной про то что снимать и как часто снимать и выкладывать видео будет интересно мне прочитать ваши комментарии ответить может быть где-то даже поспорить хотя спорить не очень люблю вот поэтому жду обратную связь и давайте будем развиваться вместе потому что именно на обратной связи между мной и вами как раз строится вся вот эта вот система вы говорите что вам нравится так хорошо не вопрос взял что-то у себя исправил поправил и может быть действительно так будет интересней сегодня у нас по планам погулять с гошей что собственно сейчас и делаю а потом пойду в сауну к друзьям потому что как вы и сами мне говорили а когда ты сам отдыхаешь и где личная жизнь вот она обычно вечером происходит но иногда в этой днем с гошей сегодня провел около четырех часов и именно полетов какой-то игры такой на свежем воздухе вот поэтому про него я никогда не забываю и забочусь о нем да выглядит это все не так красиво как некоторые привыкли но как то вот так ничего не могу пока что сделать всему свое время и вообще вот этой вот поговорки всему свое время я может сказать всегда и придерживаюсь и действительно она помогает ты никуда не торопишься никуда не спешишь и в какой-то момент то что ты хотел получить она пук и получается не знаю как вот но как то вот по течению потихоньку идем 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 и куда-то в нужное место приходим спасибо вам за просмотр оставляйте комментарии переходите по ссылкам в тик ток или инстаграм если хотите короткие видео больше смотреть вот а мы с гошей пошли дальше прогуляемся и потом домой привет передай всем дадут точнее пока пока скажи всем да пока 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 молодец а